вот она земля занимает пол неба и медленно поворачивается даже до сих пор верится с трудом что это наша планета снята из космоса а не кадры из фантастического фильма чтобы так увидеть землю человечеству понадобились многие тысячелетия так начиналось 14 апреля 1961 года и москва и страна и весь мир все знали юрия гагарина пока только по портретам все кроме нескольких журналистов вы видели звезды в полете видел какие они он видел то чего до него не видел никто первым огромное обаяние таится для людей в этом слове ожидание это его жена валентина ивановна отец алексей иванович братья сестры мать анна тимофеевна мы стоим смотрим правда значит дверка автоматически открылась и выходит тогда мы видим да действительно выходит человек наш сын выходит подошел отдал рапорт потом с нами стала здороваться потом поехали на красную площадь гагарина часто спрашивали не смущает ли вас слава он отвечал это не моя личная слава это слава нашего государства партии всего советского народа я был лишь командиром корабля восток правильно все правильно но он был командиром корабля восток и за это люди наградили его своей любовью орбиты его славы опоясали землю ромашки дарила ему злата прага будапешт осыпал цветами нельзя было с честь людей на площадях столиц соудрук другарь комарат сеньор мистер товарищ гагарин как же нужен был его подвиг во франции газеты писали честь и хвала русским они подобно мореплавателям открывателям новых земель и пятнадцатого века разбудили воображение хорошо хорошо гагарин встречали его песни в японии человечество будто сбросила с плеч груз обыденности хоть на миг стряхнул из себя бремя забот страхов в волнении хорошо хорошо гагарин он олицетворял собой страну советов и улыбка была его флагом на этом автомобиле номер ю г-1 юрий гагарин первый космонавт как молнии сверкали блиц и фотокамер на пресс-конференции в лондоне две тысячи журналистов сколько весит корабль восток понравилась ли вам наша королева что труднее рейс в космосе или зарубежные поездки летейщики манчестера вручили ему золотую медаль вместе мы отольем лучший мир его именем матери называли сыновей играет в снежки юра вуд его дом неподалеку от лондона теперь ему 8 лет на всех континентах шалят смеются ходят в школу мальчишки которых зовут юрами тезки юра иванов юра осин юра ивлев все они родились в один день в день первого полета человека в космос я привез вам самые искренние пожелания советской молодежи всего советского народа чтобы этот фестиваль еще больше укрепил дружбу между молодежью различных государств чтобы этот фестиваль еще дальше отодвинул ненавистная всем людям на земле слова война полпред нашей страны сын россии юрий гагарин проложил дорогу к сердцам миллионов смоленский край здесь он оторвался от материнского подола и сделал первый шаг здесь произнес первое слово босиком бегал по расистой траве когда он летел на космодром в том апреле он вдруг неожиданно спросил у друзей вы пахали когда-нибудь землю люблю запахи земли весной меня всегда в родные края тянет в их семье что впрочем на руси совсем не редкость от дедов и прадедов по наследству передавалась и любовь к труду и силы характера и доброта основательная улыбчивая деятельная деятельная как материнские руки неутомимая как материнская память легко ли было уберечь детей в войну уберегла в сорок третьем когда наши освободили деревню юра пошел в школу читать учились по боевому уставу который забыли солдаты а вместо палочек для счета были гильзы а это в шестом классе жить было трудно на семейном совете решили пусть юра получит специальность он закончил литейное отделение ремесленного училища в Люберцах и одновременно семилетку и то и другое на отлично поступил в саратовский индустриальный техникум мы долго стояли на берегу волги вспоминал он любовались быстротой течения необозримыми далями здесь в саратове он однажды услышал ребята отличная новость с четвертого курса в аэроклуб принимают жить становилось все интереснее вот с этого поля он впервые взлетел герой советского союза Сергей Иванович Сафронов был тогда командиром звена когда вылетает самостоятельно оторвавшись от земли первым долгом не забывает посмотреть в заднюю кабину не сидит ли кто и не подсматривает что он делает и убедившись что никого там нет он конечно первым долгом запевает соответственно конечно выполняет свое задание лечу лечу сам лечу и пою сделал круг над аэродромом рассчитал посадку и приземлил самолет сел точно в ограничители вся душа поет но не показываю вида будто ничего особенного по эрудиции по развитию по энергичности по темпераменту именно вот у Гагарина все его качества подходили к истребителю и во время разговоров лично со мной приводя примеры истребителей Юрий говорил что я буду только истребителем или я не буду вообще летчиком вот это его стремление его это понимаете именно и привело впоследствии в истребительную авиацию училище в Оренбурге на этом самолете он летал ему было 7 лет в 41 году когда увидел он впервые воздушный бой увидел как наш летчик опустил горящую машину у леса и как рядом сел другой истребитель товарищ пришел на помощь навсегда он был восхищенных мужеством для этих 19 летних ребят которые сегодня совершают свои первые полеты Гагарин почти легенда а он был таким же любил небо высоту скорость здесь в Оренбурге он узнал о запуске первого спутника земли здесь женился познакомились мы в училище куда ходили на вечера и там мы познакомились а черта такая понравилась он очень легко входил в коллектив в новую обстановку сразу он как будто вот вошел и здесь он и был и мы его как будто давно знали и нам это понравилось вот эта вот простота его то что он в общем свободно разговаривал со всеми интересовался тут же чем занимаешься и сам рассказывал о своих делах он мечтал о многом и вот его самая такая заветная мечта была это как можно больше летать на обычных самолетах и потом мечта его полететь в балакуне конечно полет он очень любил и сами самолеты как-то они воодушевляли его стоят в Подмосковье обыкновенные дома зимой вокруг много снега летом зелени это звездный городок в любой судьбе в калейдоскопе поступков чувств дел всегда найдешь главную линию ее прочерчивает характер это было в 59 году 3 октября утром в палату в которой я находился во время прохождения комиссии в госпитале завели молодого паренька так возраста моего глаза улыбаются постоянно и очень характерно что кончики губ как-то сделаны что даже когда он очень серьезный то все равно впечатление что он улыбается познакомились и и очень быстро сошлись может быть еще причина вот быстрому такому схождению та что нам все время планировали одинаковых врачей и мы ходили так друг за другом самое ближайшее время тут 2-3 дня я уже знал полностью всю его биографию откуда он где он летает на чем он летает мы одинаково оказались летаем на одной и той же технике только была разница я был еще холостяк а он уже был женат и у него была жена Валя как он мне сказал которую очень ждет и девочка Лена которая всего лишь 9 месяцев которая тоже очень ждет и ему срочно требуется домой надо летать пока стоит сложная погода в Заполярье нам всем хотелось летать это была черта и остается чертой летчиков и летчиков-космонавтов вот так мы прошли все эти огни и медные трубы как говорят летчики-космонавты прежде чем попасть в первый отряд и мы это все прошли и в ноябре того же года нас принимал главнокомандующий военно-воздушной силы маршал Вершинин значит на котором на этом приеме нам объяснил чем мы должны заниматься где мы еще еще раз познакомились друг с другом так посмотрели на себя со стороны уже военных поскольку мы были тут уже все в форме одеты и разъехали все по частям и потом в шестидесятом году спустя полгода в марте месяце мы приехали сюда в Подмосковье наше родное чтобы заниматься большим делом и чтобы спустя два года запустить первого человека в космическое пространство по которым стал Юрий Алексеевич Гагарин и начались тренировки в летном училище в его характеристику вписали любит летать здесь о нем надо было знать больше вот несколько строк из его характеристик любит зрелище с активным действием где превалирует героика воля к победе дух соревнования обладает беспредельным самообладанием тренировки переносит легко работает результативно принципиален не стесняется отстаивать свою точку зрения чистосердечен отношения с женой нежные товарищеские похоже что знает жизнь больше нежели некоторые его друзья на настроение обычно немного приподнятое вероятно потому что у него юмором смехом до краев полна голова любимое слово работать усилие тысяч людей неустанно приближали день полета в космос первого человека но может быть по-настоящему ощутили эти молодые летчики близкое дыхание космоса когда впервые увидели ракету двадцать миллионов лошадиных сил никто еще не знал что полетит он и старший лейтенант гагарин сам этого не знал но он уже был таким каким его потом узнали все люди люди восхищались его улыбкой но самым прекрасным в коммунисте гагарине пожалуй было не личное обаяние не сильная воля даже не отвага а негасимое постоянное чувство высокой ответственности перед собой перед своими товарищами перед временем он не писал стихи но он умел жить как поэт всегда с двойной нагрузкой с дополнительным ускорением говорит генерал-лейтенант авиации команд но такое решение нужно было принять и командование ВВС рекомендует первым для выполнения космического полета назначить старшего лейтенанта гагарина Юрия Алексеевича запасным пилотом назначить Титова Среди других членов государственной комиссии полетное задание подписал академик Королёв еще в 30-е годы Сергей Павлович Королёв определил свою жизненную цель путь энтузиастов далеко не легкий путь но кто-то из мудрых сказал счастливым можно назвать только того кто в зрелые годы осуществил свою юношескую мечту Академик Королёв принимает экзамен он любил повторять если вы думаете что готовы к подвигу значит вы еще не готовы к полету человечество подошло к новой вехе так бывало всегда новый этап в истории рождал новые слова и понятия ранее неизвестные люди стали говорить орбита космодром байконур и в звучании этих слов слышался отдаленный гром ракетных двигателей байконур конечно друзья мои все товарищи их много все они хотели бы быть первыми все они хотели бы полететь в космос первыми все они подготовлены не хуже чем я а может быть и лучше но просто попал я и тут не моя вина наступил день полета ну все доктора несколько сомневались будем ли мы спать в эту ночь безо всякого их снотворного которое они предлагали мы спали всю ночь совершенно мертвым сном правда доктора не спали они волновались когда нас разбудили то начало светать солнце вставало так из-за холмов несколько белых перестав облаков на небе ну собственно утро это двенадцатого апреля было хорошим солнечным утром ну врачи осмотрели нашли что состояние здоровья вполне удовлетворительное как они написали конечно в общем все было так же как и в обычных условиях специальный автобус устроенный так чтобы можно было от бортовых источников питать скафандр космонавтов кислородом и электроэнергией отправляется к стартовой площадке как пройдет переход от перегрузок к невесомости и от невесомости к сильнейшим перегрузкам а метеоритная опасность существенно ли она а вибрации а надежность всех систем корабля конечно все волновались и пожалуй момент доклада и момент перед посадкой в корабль он такой более эмоциональный момент ну тут и я конечно растрогался и все растрогались полет первый полет во что-то такое неизведанное пока неясное и так объявлена готовность объявлена готовность осуществить победу человека над силами природы гражданин союза советских социалистических республик отправляется на разведку вселенной перчатки надел гермошлем закрыл к старту готов доносило радио голос гагарина 9 часов 06 минут по московскому времени 12 апреля кедр я занял один Субтитры сделал DimaTorzok 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 А отец все никак не верил, что это сын там Ну, Гагарин, Гагарин, мало ли кто из Гагариных куда летает Время такое летучее пришло Апрель, теплынь, летит земля по своей орбите, ива цветет Смородиновые кусты готовятся пустить лист Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, пришли, значит, на работу, и вдруг так примерно часов в одиннадцать примерно, даже раньше, может быть, даже раньше Приходит одна девушка, ну, знакома нам хорошо, мы с ней были вместе на курсах И говорит, значит, Боря говорит У тебя брат Юрий Алексеевич? Я говорю, да, Юрий Алексеевич Он майор? Я говорю, нет, старший лейтенант Он летчик? Да Ты знаешь, говорит, он в космосе Я говорю, да брось ты, Юлька, Юлия Гольцова Я говорю, да брось ты, Юлька, что ты? Вы думаешь Ну, Боря, точно Вот человек только по радио передали Вернее, Юлька Не может быть Ну, понимаете, как-то вот Как она сказала Агарина Юрий Алексеевич Как она сказала, мне уже как-то Да что я чувствую Сердцем чувствую, что это действительно брат Ну, ко мне тут подходить стали И вдруг тут говорят, что Динат Сова его портрет покажет по телевидению И пошли, посмотрели Действительно Вот теперь говорю, да, это он С чем сравнить этот день? Разве только с Днем Победы? Как мы радовались Как волновались в тот день И может быть больше всех жена Он приземлился Дать отбой всем средствам связи и поиска Дать отбой вычислительным центрам Все привести в исходное положение Циолковский говорил Человек завоюет космос Для того, чтобы иметь горы хлеба И бездны могущества На следующий день после полета На набережной Волги Гагарин и его друзья Капитан Быковский Капитан Николаев Старший лейтенант Титов Капитан Попович Они уже были готовы Принять эстафету Скромный учитель физики Из Калуги Был наделен даром предвидения Я верю, говорил он в 33-м году Демонстрантам на Красной площади Многие из вас Станут свидетелями Первого заатмосферного путешествия Здесь приземлился Первый космонавт И как блестящий его полет Подтвердил предсказания Циолковского Перегрузки навалились тяжело Дышать стало трудно Начались перегрузки Но все хорошо Еще перегрузки Тоже ничего В мире невесомости Чувствуешь себя легко и свободно Я чувствовал себя превосходно Появилось ощущение Необычайной легкости В небе неистовой черноты Сияет ослепительное Неземное солнце Оно, наверное, во много десятков раз ярче Чем мы видим его с земли Миллионы людей Могли видеть и слышать Первого космонавта И не только в нашей стране Впервые в те дни Центральное телевидение Транслировало встречи с Гагарином Его пресс-конференции На все страны Европы Если у вас семейного человека От двух детей послали в космос Значит, правительство СССР и вы Были уверены в том, что полет Кончится благополучно В этом вопросе Я бы хотел заменить слово Послали на слово доверили И я очень рад и горд тем Что мне доверили этот полет А что все сработает и полет Будет произведен успешно В этом никто не сомневался Ни наше правительство, ни ученые, ни инженеры Я тоже Будете ли вы председатель профсоюза космонавтов? Ну, могу сказать, что это от меня зависит Если выберу, то да Космонавтика — это общечеловеческая профессия И она с течением времени Будет все больше и больше развиваться И входить в жизнь и быть людей Обогащать все области науки И хотелось бы, чтобы существовали Более тесные контакты Между учеными всего земного шара В этой области Да и в других областях Мы, например, со своей стороны Готовы в любое время лететь В одном корабле С представителями любых стран Любой нации Все мы очень хотим летать Летать будем много Далеко И правильно поется в песне Что до самой далекой планеты Не так уж, друзья, далеко Слетаем, посмотрим Шел и мысленно отвечал на недавнее письмо друга Ты пишешь — не загордись А чем гордиться? И до нас были подвиги И после нас будут За день до своего полета Говорил Каманину Знаете, Николай Петрович Я, наверное, не совсем нормальный человек Почему? Очень просто Завтра полет Такой полет А я совсем не волнуюсь Ну, ни капельки не волнуюсь Разве так можно? Часто говорил С детства люблю солнце В записной книжке Отмечал после рождения дочери Прав был поэт, когда писал Я люблю, когда в доме есть дети И когда по ночам они плачут А вот еще загадку тебе загадаете? Нет ног, а хожу Тань, нет, а скажу Когда обедать, когда спать Когда работу начинать Часы Правильно, Даня? Правильно Все она знает Давай, дадим ей какую-нибудь такую загадку Чтобы она не знала Давай Ну, сейчас найдем какую-нибудь Нет, это Сейчас мы найдем Загадка Вот, слушай Это ты не знаешь Белый скатерть все поле покрыло Береги нос А, что такое? Белый скатерть все поле покрыло Нет Знает тоже Береги нос большой мороз А тут мерзли Шутил Учить надо личным примером На 14-м съезде комсомола Вносил знамя Внук путиловского рабочего Сын крестьянина Летчик-космонавт Герой Советского Союза Коммунист Юрий Гагарин Если бы все деревья, которые он посадил в разных городах мира Вдруг собрать вместе Получилась бы целая роща Информация, которую собрали и доставили на Землю космонавты Это, конечно, бесценный вклад в науку Но у подвига наших летчиков-космонавтов Еще и другой результат Нравственный Они вновь воздали должное подлинным человеческим ценностям Заставили по-новому ощутить Человеческий разум Чудо Чувство ответственности Высокое чувство Благородство, мужество и дружба Прекрасны А Юрий Гагарин Был первым, чья талантливая жизнь Освещенная неповторимой улыбкой Явилась тем идеалом Который так нужен людям Который так нужен людям В сочинениях все очень правильно Давали оценку подвигу Юрия Алексеевича Гагарина Называли его пионером космоса Во второй половине сочинения Средняя школа Гжатска Ныне города Гагарина Но в некоторых сочинениях Есть какой-то... Тот апрельский день Никто никогда не сможет забыть Это был день всеобщего человеческого счастья Гордости за людей Сердце переполняло неуемная радость Неудержимо хотелось кричать Смеяться И почему-то плакать А может быть Это сейчас кажется Что тогда хотелось плакать Нам выпало огромное счастье Видеть его рядом Своими глазами Мы слышали его удивительно молодой голос Он разговаривал с нами очень просто Понятно И мы чувствовали его Своим человеком Слава Восхищение многих людей Не изменили его Он оставался таким же обаятелен и простым Он был космонавтом Но прежде всего летчиком Он очень любил небо И разве мог он оставить его ради того Чтобы быть спокойным за свою жизнь Мы понимаем Что он не мог этого сделать Не мог не летать Но все-таки Не хотим этого понять И стоит в памяти Тот страшный мартовский день Он начался совсем обычно И вдруг строгий голос диктора Сердце ударили только два слова Погиб И первый открыватель космоса Дальше шло Депутат Герой Коммунист Но мы уже не слышали этого И не было ничего Кроме горя Неожиданного Огромного Черного Это было Утро Хмурое Я со своей группой товарищей Занимался тренировочными прыжками с парашютом Первый заход Выбросили всех Но на второй заход Уже не пошли Потому что стала Натекать низкая облачность Нижний край был Метров семьсот Затем он понизился В это время прошел Над нами Самолет Слышно было И мы знали, что это с нашей базы И вдруг Под определенным углом По высоте Которую ярко мы засекли Произошел взрыв И все стихло И все стихло Что-то очень тревожно стало Связался с базой Дали добро И я полетел Вместе со своей группой На свой аэродром Пролетел мне докладывает Инженер Что Юрий не вернулся Уже прошло 20 минут Как кончилось топливо И С этой минуты Мы потеряли И покой И сон Мы пытались найти Причину Причину Только лишь Предположить Здесь В лесу На Владимирщине Упал самолет Серегина и Гагарина И как всегда Когда смерть безвременна В скорби говорили Зачем? Зачем ему разрешали летать? А как же можно было ему не летать? Ведь он хотел еще и на Марсе побывать Собственными глазами Увидеть, есть ли там каналы Земля слушает звезды Радиоволны несут к нам Гул мирового пространства Это зов познания Это как жажда Познание нужно людям Как вода Как хлеб Как жизнь Нет, неправда Ведь он жил для людей И он останется в людях В их сердцах Мы Его современники Мы всегда запомним его Улыбающимся Простым Жизнерадостным Всем нам Родным и близким человеком Очень мужественным Бесстрашным И очень любившим Родину Которая назвала его Своим сыном И наш долг По всей жизни пройти Так, как подобает Гагаринцам Всегда стремиться Быть похожими на него Нашего Юру Вечная ему Русская любовь Я знаю Что вы все любите Мечтать о космосе И немножко завидуете нам Особенно мальчишки А знаете Мы вам тоже завидуем Мы летаем в космос Но это начало Вас ждут планеты И неизвестные миры Вам и дальше Штурмовать вселенную Вам Юным ленинцам Кому мы с радостью Передадим в будущем эстафету Мы начали штурм космоса Субтитры создавал DimaTorzok Двенадцатого апреля Начался этот штурм Апрель Земля летела по своей орбите Смородиновые кусты Готовились пустить лис А на космодроме Уже звучало слово Перед стартом Дорогие друзья Близкие и незнакомые Соотечественники Люди всех стран и континентов Что можно сказать вам В эти последние минуты Перед стартом Вся моя жизнь Кажется мне сейчас Одним прекрасным мгновением Все что прожито Что сделано прежде Было прожито и сделано Ради этой минуты Счастлив ли я Отправляюсь в космический полет Конечно счастлив Ведь во все времена И эпохи Для людей было Высшим счастьем Участвовать в новых открытиях Я говорю вам Дорогие друзья До свидания Как всегда говорят люди Друг другу Отправляясь в далекий путь Как бы хотелось вас всех обнять Знакомых и незнакомых Далеких и близких Счастлив ли я Пройдут годы Будут улетать К далеким планетам Посланцы Земли И есть высокая справедливость В том что всегда В ряду их имен Первым будут называть Имя Юрия Гагарина И есть высокая справедливость 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 КОНЕЦ КОНЕЦ